Ровно год назад, 19 сентября, самый древний город России, Дербент, праздновал свое 2000-летие. Торжество стало одним из самых ярких и масштабных из когда-либо организованных нашей республикой. О том, какие изменения произошли год спустя после юбилея, как в жизни горожан, так и в целом в городе, расскажет Хадижа Курбанова. Год назад здесь, в цитадель самого древнего и самого южного города России, крепостные стены Дербента, посетило 40 делегаций с разных уголков страны. Около 5000 гостей окунулись в удивительный мир города. 365 дней, как Дербент масштабно отпраздновал свое 2000-летие. Красочное мероприятие не забудется еще долго, и это вполне оправдано, ведь в преддверии была проведена огромная работа. Это реконструкция 13 улиц, расширение и асфальтирование и пяти парков, реставрация крепости на рынке Ла и городских крепостных стен. После юбилея жизнь города вошла в привычную колею. Не шумит строительная техника, исчезли с улиц все мастера. На остальных улицах жизнь течет тихо и спокойно, но это торжество вело значительные перемены в жизнь города. Юбилей города для нас, местных жителей, для молодежи местных, это действительно значимое событие. Это такая революция в мозгах людей. На самом деле все очень долго простаивалось, ничего не менялось в городе. И тут резкий такой скачок в развитии города, в инфраструктуре. Сами люди начали меняться, сами люди начали больше ответственности нести за город, любить свой город. Это не может не радовать. После своего главного праздника город действительно стал гораздо чище, и сохранять эту чистоту стало что-то вроде привычки для горожан. Еще один фактор, который повлиял на поведение горожан, это то, что их край превратился в один из главных туристических центров на всем Северном Кавказе. Действительно, исторический центр нашей республики завоевал статус одного из самых посещаемых туристами за прошедший год. Оказавшись в городе, туристы первым делом едут в крепость Нарын-Кала. Очень-очень такие впечатления положительные, сама крепость, когда снизу вид грандиозный открывается. Ну и... А здесь наверху как? А наверху вообще замечательно, такая панорама чудесная, такого вида я вообще никогда не видел, с такой высоты. Дух захватывает и как-то уезжать-то совсем не хочется. Город претерпел массу изменений после юбилея, в целом которые повлияли благоприятно, как на жизнь горожан, так и на развитие исторического и культурного центра Дагестана. В некоторых районах, конечно же, город все еще нуждается в реконструкции и благоустройстве, завершить которые планируется к 2018 году. Но пока в Дербенте стоит цитадель 7 века Нарын-Кала, статус одного из самых необычных мест Северного Кавказа этому городу не потерять. Хадижа Курбанова и Серафила Серафилов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Дербент.